С нового года муниципальных служащих ждут перемены. По новым правилам повышения квалификации, городские и сельские власти должны будут сами определять, какие слабые стороны есть у их сотрудников. После чего и появится учебная программа. Сейчас же курс повышения квалификации единый для всех по государственной программе. Преподавать госслужащим будут не только местные эксперты, но и специалисты РАН. Кроме того, в качестве эксперимента наставником муниципального служащего станет государственный. Есть профессионалы. Профессионалы с государственного уровня должны делиться практиками на уровне муниципалитета. Тогда вот эта синергия позволит нам максимально эффективно развивать наш регион. Приобретенным опытом главы городов и районов будут делиться на заседаниях Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Теперь ее членами стали 342 человека из другой ассоциации, которая называется Совет муниципальных образований Самарской области. Обе организации объединяют управленцев. Вопросами законодательства, стратегическими планами они занимаются ежедневно, а сейчас пришло время объединить усилия. Мы объединяем все это под одной гидой и нам, возможно, будет все вместе легче концептуально рассматривать наши вопросы. Когда они будут все стекаться в одно место, так или иначе. И наша ассоциация занимается развитием местного самоуправления, другие организации. Когда будет единый орган, где эти вопросы будут объединяться, где будут делиться лучшими практиками, где будет понимание исполнения национальных проектов, с какими проблемами мы сталкиваемся и как другие регионы их решают. Отнестись ответственнее к исполнению национальных проектов главам городов и районов дал задание губернатор Дмитрий Азаров. Единой региональной командой нам предстоит справиться с теми задачами, которые сегодня ставят перед нами жители Самарской области, президент страны. Эксперты считают, что изменения в подходе переаттестации госслужащих усовершенствуют их работу, что позволит эффективнее развивать область. Все новшества будут реализованы уже в следующем году. Проекты по новым программам переаттестации госслужащих должны утвердить до 15 декабря. Мария Левина, Григорий Плешаков, События.